здравствуйте я приветствую вас на своем канале меня зовут ольга у нас сегодня расклад на тему сведет ли нас судьба и так мои дорогие у нас будет три варианта это не обязательно бывшие это может быть человек который с вами на расстоянии вас интересует вопрос ведет ли вас судьба или еще какая иная история да сейчас мы все посмотрим итак первых три карты что между вами было да некое начало вашей истории что было первоначальная . вспоминает ли этот мужчина если мысли о вас если воспоминания о вас тревожит ли его сознание какие-то мысли вспоминает ли мужчина думает ли он о вас дальше мы посмотрим как для себя вообще видит эту ситуацию тот человек давайте посмотрим а желает ли он встречи с вами ждет ли он встречи желает ли он этой встречи и зачем дальше мы посмотрим при встрече что хотел бы вам сказать так или иначе желает он этой встречи или нет но все равно что он хотел бы вам сказать при встрече чтобы он вам сказал при встрече и посмотрим самый ключевой вопрос а сведет ли судьба и зачем сведет ли нас судьба итак кому не хватает времени ставьте пожалуйста на паузу а мы начнем и давайте посмотрим идет ли вас судьба первый вариант если вы слышите в начале расклада что была вашей жизни такая история что есть такой человек то смотрим интересно вам смотрим нет выбирайте пожалуйста другой вариант или другое видео если ситуация с вами не созвучно и так давайте начнем что было что между этими людьми было было расставание прощание завершение истории но я вижу что между этими людьми был очень сильный контакт было очень сильное притяжение и действительно это человек понимает что он знаете вы были действительно большой ценностью я вам скажу что это человек сохраняет память о вас как очень что-то ценное и важное есть уголок его душа какой бы ни была ситуация он вспоминает о вас и поверьте что это какие-то очень приятные и красивые воспоминания да и он носит маску понимаете здесь идет момент я играю какую-то игру я не показываю я где-то не признаюсь но факт остается фактом что я ценю ее я ценю эту женщину я ценю какие-то воспоминания об этой женщине здесь действительно прошла ситуация что возможно вы отпустили уже какие-то мысли об этом человеке и расставание прощание завершение ваших отношений она действительно вот он была возможно для этого человека и и при одной ситуации это могло быть его решение это могло быть какое-то ваш обоюдное решение для кого-то могла пройти ситуация что именно расстояние между этими людьми она сыграла очень важную роль возможно кто-то куда-то уехал возможно как-то вот сложилась так ситуация что эти люди оказались далеко друг от друга я вам скажу что это человек он как бы играет дальше но вот мысли о вас он не отпускает то есть тот момент когда он сбрасывает маску он действительно вас вспоминает он действительно воздумает но сейчас мы посмотрим больше да я вижу что у человека есть какое-то большое сожалению да какой-то момент тоски по этой женщине было было единение было духовная связь сейчас знаете какая-то так как какой-то и в какой-то мере из обман самообману этого человека идет и какой-то момент знаете что он понимает что именно какие-то манипуляции его именно какие-то знаете какое-то недовольство какое-то несовершенство да где-то он хотел тянуть за ниточки где-то он хотел возможно вас удержать на ситуация все-таки сложилась обратной то есть возможно вы решили попрощаться со всей этой истории и вот идти дальше да я вижу что человек но как-то знаете он все-таки не выпускает вас из головы все-таки вот эти такие мысли о вас на не существует давайте посмотрим все же что было что было между вами но я вам скажу что конечно было восхищение вами как женщины вы действительно тому человеку очень нравились и иногда это было какое-то обжигающие состояние он конечно видел вас непростой женщиной с которой возможно не всегда просто очень яркой очень такой самодостаточной и знаете вот мне прямо идет что ну вот идет прощание в той колоде и в это идет момент прощания люди попрощались и люди расстались причина прощания причина расставания недоразумение какие-то тайны какие-то знаете что-то скрыто что-то не явно какие-то полумеры полутень что-то всегда оставалось в тени и это послужило вот этим расставанием что-то было каким-то обманом да то есть возможно этот мужчина был уличен в обман я вижу что конечно его безумно тянуло к вам и сейчас есть какие-то моменты до что какие-то нити оборвались между вами возможно вы действительно очень давно не общаетесь с этим человеком но все таки знаете иногда этот человек очень как-то трепет на вас вспоминают были какие-то очень чувственные моменты между по на расставание именно произошло из-за чего-то скрытого из-за каких-то тайн из-за какого-то знаете такого момента сопротивление сопротивление возможно в развитии этих отношений возможно человек хотел давать держать за ниточку не отпускать но и не приближать и не развивал возможно эти отношения в какой-то момент женщина возможно устала от этого да и как-то вот с ним попрощалась потому что идет момент что женщина она оглядываясь но все-таки рассталась с этим человеком где-то она еще ждала до каких-то шагов от этого мужчины каких-то действий от этого человека и я вам скажу что вот какая-то знак вопроса знаете вот этих отношений он остался то есть как это не . это остался вот знак вопроса потому что я вижу что вот это притяжение она существует и да действительно что-то было скрыто где-то возможно был какой-то обман где-то было сопротивление да когда вот например я не могу 1 вкладываться в отношения да я не могу сдвинуть эти отношения с места и этот человек он как бы и не отпускает но и не приближает не дает тебе каких-то перспектив на будущее я вижу что между вами было очень много нити было сильное притяжение между этими людьми но многие эти нити уже оборвались но есть еще да вот это тонкая связь между этими людьми и есть вот этот знак вопроса знаете в конце этой истории то есть история еще не закончена так это воспринимает этот мужчина то есть наша история еще не закончена это человек действительно о вас вспоминает вспоминает вас как а женщине с которым действительно было духовное единение были моменты когда которых он уже ни с кем и никогда знаете не проживет и не прочувствует то есть чем больше времени проходит тем больше он понимает что да действительно такого огня внутри меня не может разжечь ни одна другая женщина вы действительно особенно и особенно и для этого мужчины и таковой если всегда останетесь да здесь идет вот ситуация что что послужило вот этой разлукой да вот сопротивление какие-то тайны что-то скрыто и где-то пришла усталость где-то пришла ситуация что дальше я уже так вот не могу да ну и здесь идет конечно момент что женщина уходя еще оглядывалась она возможно ждала каких-то объяснений от этого человека каких-то шагов от этого человека да ну вот если у тебя есть такое притяжение если у тебя были и тогда чувство есть сейчас почему ты в свое время да вот как то эту ситуацию все-таки скажем так не ухватился да не вернул не вернул возможно этого человека действительно держала что-то держала что-то такое земное материальное возможно именно этот вопрос до чтобы нибудь не пошатнуть он был в тяжелом выборе он был в тяжелом выборе и возможно на сегодняшний день он себя корит за то что он сделал неправильный выбор вот в момент вашего расставания это человек был на выборе в тяжелый этот выбор для него был и были и такие душевные терзания но возможно этот человек вот сделал неправильный выбор так он думает сейчас так этот мужчина сейчас это воспринимает и да и вы знаете что вот ситуация вроде бы как обрубилась до общение ваше возможно прекратилось а вот мысли они его вот не покидают все равно они стучат он когда проигрывает для себя иной сценарий так как оно могло быть и где-то вот вот эту иллюзию да как оно могло быть он сейчас проигрывает у себя в голове что вот я сделал неправильный выбор и я живу какой-то так какую-то историю своей жизни без этой женщины но в своем сознании я проигрываю историю а как бы было если бы я был с ним вот чтобы было какой какой была бы моя жизнь вообще если бы я выбрал эту женщину дал свое время если бы я выбрал любовь в свое время ну что ж давайте посмотрим давайте посмотрим вспоминаешь ли ты они давно мы видим что конечно этот мужчина вас вспоминают давайте посмотрим вспоминаешь ли ты об этой женщине да да девочки да и даже очень знаете с одной стороны он желает от этого отстраниться он желает отстраниться отбросить от себя эти мысли очень может быть что у него такая бурная жизнь все знаете как то очень динамично в его жизни развивается вы знаете что он если это человек сейчас в отношениях у него идет ситуация это неправильно строится то есть там нет того что нужно да что было возможно вот в ваших отношениях но что идет момент что вот того огня который давали ему выдавать их чувств он уже не может испытать и вот он думает этих чувствах о своем самоощущении когда он был вместе с вами как ему было да и может ли другая женщина дать эти чувства не может вы знаете он конечно думает о том что вот это вот это разрушение это ошибка была в его жизнь вспоминает ли он да и поверьте что эти мысли эти воспоминания не как-то очень болезненно есть ситуации что он как бы от себя прогоняет этим он желает отвлечься он желает как-то возможно бросился весь в работу до каким-то своими делами занимается но то что думает это точно вот этот знаете огонь огонь и желание подсознательное каких-то перемен он конечно есть в нем еще настроить какие-то планы конечно вот этот король жезла знаете он здесь вот такой весь задуманный знаете задуманный и уставший возможно на сегодняшний день человек который пожинает плоды своих предыдущих решений и он понимает что конечно что-то было выстроено неправильно давайте посмотрим вспоминаешь ли ты об этой женщине и что-то они вспоминают только посмотреть какие-то очень нежные романтичные моменты какие-то прекрасные свидания рядом с вами какие-то знаете нежные объятия да этот мужчина вспоминает о вас и достаточно часто особенно вот в последнее время это человек особенно часто о вас вспоминает почему почему ты вспоминаешь что у тебя за разрушение в жизни и вы знаете как то вот после после вашего расставания как-то все легкомысленно и почему-то вот такая женщина вот не придет в его жизнь да а яблочко червивое они такое она уже и вкусные как ему казалось очень может быть да что ваша ситуация как-то вот и на этой почве да и как-то разрушилась что человек возможно ждал и хотел до каких-то наслаждений в жизни но я вижу что конечно на сегодняшний день его личная жизнь это вот червивое яблочко которое вроде сверху очень красивая а на вкус она совсем не такое сладкое как хотелось по этому человеку потому вы знаете это такие воспоминания о нежных чувствах о прекрасных чувствах которые вы дарили ему а романтики о притяжении о вас романтичных отношениях с вами что вспоминает этот мужчина знаете возможно у этого человека осталась какая-то ваша вещь шарфик заколка резинка до какой-то какой-то предмет до что-то осталось от ну вот какой-то возможно подарок вы ему подарили или или какие-то возможно общие фотографии или знаете этот человек он часто смотрит на них часто смотрит и вот как-то он в виде своей жизни знаете вот а время от времени он вот достает вот эту вещь он смотрит на нее он вспоминает о вас да да и это знаете какая-то вот это определенно другой мир это такое ощущение что вот он берет эти вещи какие-то в руки или смотрит эти фотографии и он как-то возвращается какой-то иной мир в какой-то мир до другой сценарий его жизнь как было бы все если бы он был спа он не просто вспоминает он еще и думает какой было бы его жизнь если бы он был вместе с вами вы знаете такое вот вот он создал какое-то определенное знаете вот место да вот в своем сознании где вы вот где вы им периодически это человек как приходит душой отдохнуть да вот в эти воспоминания он приходит душу и отдохнуть думает или безусловно думает безусловно думает ну давайте посмотрим дальше ждет ли этот мужчина встречу вашу желает ли он встречи этот человек вы знаете возможно этот мужчина и знает где вы находитесь и чем вы живете возможно он нашел какие-то ваши контакты или вообще да у него есть возможность как-то к вам до пробиться но он вот и знаете как у грани какой-то стоит он понимает что он сделал какую-то ошибку что он сделал что-то неправильно он как в лабиринте блуждающий сейчас желает ли он встречи он ищет эту встречу до желает но он понимает что возможно его путь и не такой простой есть вот определенные какие-то ситуации люди события время который вот создает вот этот густой лес в котором он блуждает сейчас желает ли этот мужчина встречи давайте посмотрим знаете как-то человек сомнениях он думает что он свой шанс потерял что он где-то упустил что где-то он за погоней зачем-то знаете для себя возможно в тот момент более блестящим потерял что-то важное в вашем лице он интересуется очень вашей жизнью этот мужчина он как подошел какой-то грани вы знаете мне такое ощущение что у него даже есть ваш номер телефона что возможно у этого человека есть какой-то контакт и он может с вами связаться но он вот буквально знаете как вот берет этот телефон и вот задумывается да а нужен ли он вам уже до много упущено много каких-то и ошибок сделано и много и упущено и возможно у вас уже другой интерес другие отношения другая жизнь и он об этом всем думает да ну как как с чем я приду что я ей скажу вот здесь идет такая ситуация что буквально человек вот эта дверь вот эта грань и он может в эту дверь постучать но он знаете как вот в раздумьях сейчас сидит сидит раздумьях он думает о вашей встрече желаешь ли ты встречи с этой женщины вот я вам скажу вот уже третья колода и выше выходит луна то есть очень много это человек скрывает скрывает и свои чувства и среди желания и он на грани да то есть желает ли он встречи я вам скажу что он не просто и желает он к ней готов и возможно у него здесь у него есть и номер телефона у него есть ваш адрес он о вас все знает если даже вам кажется что нет он там чего-то не знает но идет ситуация что конечно что у него есть какой-то контакт или человек который с вами знаком он может вас найти вот о чем он может вас найти и вы знаете что это человек ощущение приближающегося шторма он желает вашей встречи он ждет вашей встречи потому что знаете это такая какая-то вот мечта наверное этого человека все-таки с вами встретиться вопрос в том что он как бы не знает а нужен ли он вам но желает ли он встречи да есть какие-то сомнения есть какие-то раздумья на этот человек вот держит руках вот эту не надежду и вот этот шаг он очень желает сделать он очень хотел бы сделать этот шаг он очень хотел бы посмотреть ваши глаза очень я вам скажу что очень может быть что этого человека да если вы например знаете что он в отношениях очень может быть что там вот идет ситуации какой-то вот червивого яблока то есть не все хорошо очень даже не все хорошо он понимает что то зачем он рванул до чего он хотел он вроде бы видимость есть а вот наполнение нет нет возможно чувств до что-то закончилось что-то выгорело и а человек понимает что вот аквам чувства они ведь не не опустошились они как-то вот и остались чем-то прекрасным его сознание ну давайте посмотрим дальше давайте посмотрим а что ты хотел бы сказать да ну вот что встреча ты желаешь до этой встречи ты где-то сомневаясь это где-то что-то скрываешь ты где-то но есть какой-то момент да и чувства скрывает это человек но все же ты ждешь встречу что ты хотел бы сказать этой женщине что ты бы ей хотел сказать о девочке а ждет встречу ждет как какого-то чудо да и мне прямо идет что или этот мужчина как-то имеет возможность наблюдать за вашей жизнью или возможно не так он далеко и есть у него такая возможность хотел бы да действительно хотел бы с вами поговорить хотел бы поговорить о том что что вот давай давай вот все пройдем и и где-то будем счастливы где-то будем счастлив этот мужчина действительно очень желает с вами поговорить этот человек прошел урок и вы знаете что какие-то несмелый шаг но он хотел бы сделать вашу сторону что вот этот счастливый код перешел ему все-таки дорогу до чтобы он как-то ему помог чтобы он хотел сказать привет я здесь да я тебя ждал я ждал эту встречу это было бы для него большое счастье вас встретить вас встретить и иметь возможность с вами поговорить это было бы для него большое счастье большой радостью это было бы для него желаю чтобы он хотел сказать что он хотел сказать о ее 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 вы знаете человек прекрасно понимает что упустил он вас и ваши отношения по своей вине что он повержен вы знаете и я бы сказала так он конечно вам бы рассказывал что он просто был бы рад вас видеть и о чем бы то ни было просто поговорить знаете как дела да как твоя жизнь вот какой-то простой разговор просто слышать ваш голос видеть ваш взгляд и да как-то обменяться вот этой энергии и вы знаете он понимает что при встрече с одной стороны это было бы большое счастье а с другой стороны это вот такое просто удар просто удар на свержение он понимает что ему было бы очень больно что ему с одной стороны это счастье а с другой стороны это такое четкое ощущение что я потерял что я упустил какого человека я упусти и здесь идет момент знаете карма то есть идет ситуация сожаления какой-то период времени солнце было закрыто и не было видно настоящей правды настоящий месте а сейчас он понимает что в этот солнце она все равно выходит до из этого затмения и все становится на свои места и здесь конечно невозможно не признать что человек конечно очень сожалеет и возможно с одной стороны какие-то вот его такие знаете однобокие глупые эгоистичные поступки он они все знаете как вышли наружу вышли правда вверх чтобы он хотел сказать что ему плохо что ему плохо что он ошибся что он был не прав но скажет ли это человек или так и оставит это все вот состояние солнечного затмения он хотел бы знаете чтобы вот это колесо фортуны чтобы нам завертелось чтобы опять начали знаете как-то общаться с этим человеком да он очень долго он очень много думает об этой встрече чтобы он сказал вам при этой встрече очень много думает и он понимает да что где-то это было бы радость а где-то это было бы вот какая-то такая боль до для этого человека что все таки все таки чувство есть у этого мужчин он хотел бы продолжить вот это общение с вами очень хотел бы возможно он понимает что никакие разговоры вы с ним не особо желаете вступать возможно он как-то вот и потому он и и стоит у этой грани но но думает он и очень много о том что чтобы поговорить с вам чтобы вот этот рыжий кот смотрите вот здесь реже код я бы хотел ее окликнуть да я хотел бы быть вот этим рыжим котом не прийти к тебе прийти к тебе на твои колени до быть рядом с тобой быть человеком который награжден твоей лаской вот так вот ну что ж давайте посмотрим а сведет ли судьба давайте посмотрим сойдет ли вас судьба и зачем сведет ли судьба по справедливости я вам скажу что это человека есть возможность есть возможности возможно уже на сегодняшний день судьба ему дает возможность встретить вас встретиться с вами по справедливости зависит от действий человека выйдет он зоны своего комфорта да будет он действовать ну давайте посмотрим вот сидит на месте это сознательное состояние сидит на месте и думает о вас будет ли проявление будет ли проявление девочки я вам скажу что да да проявление будет несмотря на то что человек сейчас он знаете он боится с вами встретиться чтобы не проснулась любовь чтобы не проснулись чувства он понимает что тогда он если у него есть отношение он будет их разрушать он понимает что когда он с вами встретиться то он с одной стороны и желает как-то закрутить ваше общение а с другой стороны он понимает что если он с вами встретиться опять возобновится любовь опять возобновятся чувство накроет его волну и тогда да вот ситуация совсем кардинальная изменится я вам скажу у этого человека есть и будет возможность проявиться к вам и зависит все от него выйдет ли он из зоны своего комфорта сделает ли он шаги навстречу вам но я вижу что этот человек думает и желает как-то достучаться к вам до быть победителем быть в силе быть вот таким классным мужчиной ваших глазах в силу этой возможности и я вам скажу что да действительно здесь может проснуться любовь несмотря на то что сейчас происходит что было между вами здесь у человека есть знаете такие спящие чувства и он понимает что если он к вам проявится он уже себя сдержать не сможет чтобы пойдут большие перемены к жизни у него что все очень резко начнет меняться потому что это упущенное счастье это упущены какие-то моменты и человек думает что любовь его проснется а ваше решение какое будет примите вы его будет он счастлив или вот это будет все это будет конец и вот даже вот этого маленького мир к где отдыхает его душа и и воспоминания о вас вот все окончательно останется в прошлом вот такой вот первый расклад ставьте лайки подписывайтесь на канал если понравилось я буду очень рада давайте будем смотреть дальше итак давайте посмотрим второй вариант вариант что между вами было давайте посмотрим что было между вами вы знаете новый старт новый старт здесь прямо так крепко связано судьба этих людей так крепко связала судьба давайте посмотрим ваши нити буквально переплелись с этим человеком и вы знаете вот вышла карта новый старт прошлое и будущее давайте посмотрим а что сейчас вот был новый старт и нити вашей жизни объединились а что сейчас есть заинтересованность и заинтересованность но возможно вы думаете не нахожусь ли я в каком-то заблуждении не смотрю ли я не вижу ли я то что я очень хочу видеть а на самом деле это не так не нахожусь ли я в заблуждении между вами есть ниточки есть общение между этими людьми возможно вы на расстоянии на большом расстоянии с этим человеком и вот вроде бы есть а вроде бы нет понимаете вот смотрите здесь такой сильный контакт здесь такая такой момент интереса до друг другу здесь действительно нити переплелись и не зря и вот это прошлое и будущее она будет у этих людей но на сегодняшний день женщина задумывается не заблуждались ли я есть ли в этом какая-то истина есть ли вот в этом красная нить да есть ли правда если будущее потому что вот сейчас как бы отношения есть есть какие-то нити между нами но возможно вы на большом расстоянии и вот это да вот я читаю это да я говорю с тобой я читаю но все равно я одна и как бы отношение есть но но есть ли будущее в этих отношений до сведет ли судьба даст ли возможность встретиться нам здесь больше идет момент что здесь люди возможно и на сегодняшний день находятся в общении на расстоянии и днете вот есть очень приятное общение до ждете весточки друг от друга я вижу что мужчина очень в этой женщине заинтересован и видит ее вот такой женщиной идеальной идеальной для отношений для будущего но вот есть вот этот момент но это ожидание она принесет результат до или вот как вот это одиночество вот только колокольчик да вот этот звоночек звенит и напоминает мне да что есть эти отношения будоражит мою душу да но не нахожусь ли я в заблуждениях своих не нахожусь ли я в иллюзиях своих и поддерживаем и вот иллюзии друг друга да давайте посмотрим давайте посмотрим думает ли этот мужчина о вас вспоминает ли он о вас думает ли это человека вас безусловно девочки двоечка кубков нам говорит о том что додумает и вы знаете так здесь и карта показывает что люди на определенном расстоянии друг от друга и есть чувство и есть притяжение но нет взгляда глаза в глаза очень может быть что действительно эти отношения на расстоянии и так все завязалось и так все знаете как-то резко да и это такой шанс который нужно хватать здесь и сейчас и появилась эта женщина совсем не запланирована в жизни этого человека и стала настолько значимой для него тоже неожиданно для него есть момент сложности есть момент вот этой дороги да потому что здесь у нас прямо вокзал да то есть нужно преодолеть какую-то дорогу мужчина думает о том чтобы быть с вами счастливым да чтобы быть с вами в паре чтобы быть не на расстоянии да и как-то не смотреть в глаза а быть рядом нужен вокзал нужна дорога и возможно есть какие-то моменты с документами закрытые границы какая-то вот ситуации но это человек действительно очень ждет этой встречи он ждет он понимает что придет время одно событие за другим ступенечка за ступенечки но но ваше приближение она будут будет он надеется на он этого очень ждет давайте посмотрим посмотрим вспоминаешь думаешь это человек хотел бы ускорить на эти события возможно поднять какую-то вуаль открыть окно впустить новый ветер свежий ветер дать возможность да как-то этой ситуации все-таки ускорится и здесь идет ситуация я хочу проснуться и чтобы она была рядом со мной я хочу чтобы вот как-то меня разбудил солнечный свет и чтобы этот цвет впустила это женщина мою жизнь да это человек конечно очень желает какого-то поднять некую вуальдо дать новому возможность какого-то просветления какой-то возможности но я вам скажу что это человек о вас не забывает это точно точно не забывайте вам скажу что у него даже есть какие-то попытки то есть что-то возможно этот человек и пытается предпринять чтобы максимально приблизить вашу встречу но я вижу что сейчас у человека идут какие-то вопросы возможно деловые что-то его задерживаете идет человек как бы ведет какую-то борьбу и ведет какую-то знаете решает возможно какие-то вопросы и дела в своей жизни вы знаете он как-то и задумывается над тем он боится потерять возможность то есть он понимает что вот что-то его где-то останавливает и где-то он конечно испытывает сердечную боль я вам скажу что это человек конечно вы глубоко в его сердце дозначимая женщина для него уже на сегодняшний день да и старший аркан ярофант нам показывает конечно что да я вижу эту женщину парой для себя я хотел бы до развития этим отношениями хотел бы очень чтобы мы были вместе я очень даже боюсь потерять вот эту нить вот эту связь этой женщины вы знаете я скажу вам так этот человек не сидит на на месте дам то есть он находится какие-то какое-то активное действие действиях и возможно сейчас действительно у него и есть какой-то напряженный период но этот человек говорит с кем-то он обсуждает какой-то момент да он хотел бы с вами вот с вами вот воссоединиться как-то приехать к вам прояснить ситуацию и даже очень даже быстро то есть у него есть план приехать к вам к императрице к своей женщине то есть он у вас очень хорошего мнения я вижу что конечно человек не опускает руки не пускает все на самотек все-таки активные действия от него будут ну давайте посмотрим ждешь ли ты встречи ждешь ли ты этой встречи знаете очень непростая ситуация очень как-то непростая дорога закрыта и какие-то и угрозы и вопросы по документам да этот человек действительно у вас думает действительно думает он понимает знаете он как бы боится себя обнадеживать с одной стороны а скорости ваших встреч как скоро она произойдет с другой стороны а ждете ли вы его давайте посмотрим ждешь ли ты этой встречи ну безусловно да безусловно вот и несмотря на то что есть препятствие несмотря на то что все как-то очень непросто мужчины есть ревность и это ревность она толкает его на более активные действия где-то это человек боится что вот мужчина какой-то рядом до который вот будет к вам ярко проявляться и вы как-то сделаете выбор не в его пользу вот этого его опасения что он как-то какой-то момент станет вам не интересен есть момент ревности у этого человека конечно многое будет зависеть и от вас но этот человек действительно желает встречи желает момента вашего воссоединения желает момента решить какие-то вопросы да и действительно активно очень активно действовать вашу сторону мужчина настроен на активно и очень действия ну да по старшему аркану суд он понимает что без его действий результата не будет ситуация иной не будет очень может быть что именно какие-то документы вот сейчас его останавливают какие-то вот возможно контракты дела какие-то вот такие вопросы его сейчас останавливает но это человек действительно желает желает приехать желает да не то что вашей встречи он понимает что ему нужно к вам ехать ему нужно действовать и прикладывать усилия чтобы быть с вами потому что вот по старшему аркану суд будет знаете вот только если ты двигаешься тебе будет попутный ветер и он это понимает вы знаете что вот этот человек он как бы знаете ну вот в одни двери почему-то вот он думает об этом думает на почему-то вот как-то не просто вот именно как возможно границу человеку нужно пересекать да вы так далеко и вы такая мечта для этого мужчины ну я вам скажу что конечно давайте ну да здесь идет момент что мне нужно ехать за ней хочу ее забрать я хочу забрать эту женщину девочки здесь не так знаете о встрече а здесь больше что мне нужно к ней ехать мне нужно к ней ехать не нужно ее забирать с собой да потому что эта женщина которая наполнит мою жизнь красками и свет эта женщина которой я мечтаю и вот вот первые карты до показали сложность ситуации а очень непростой какой-то ситуации как закрыта дорога сейчас давайте посмотрим дальше а что ты хотел бы сказать при встрече этой женщине чтобы ты хотел сказать так ну я приеду я приеду и это будет моя большая победа да это будет большая победа и я буду очень много говорить с тобой я очень много буду говорить я очень много тебе буду предлагать я очень много хочу тебе дать хороших новостей ждет этот мужчина возможно какие-то документы уже в работе до человек очень как-то ждет да то есть я приеду и это будет моя победа я буду тебе много много предлагать да я так много хочу тебе дать давайте посмотрим еще что ты хочешь сказать что ты желаешь сказать этой женщине всеобъемлющая сила ты так глубоко в моем сердце и вы знаете сейчас человек вот почему тройка мечей почему при встрече ты желаешь или сказать как и как тебе плохо без нее было да что она то солнце которые скрыто да которая была скрыта как ему было одиноко без девочки смотрите что он желает сказать что вот наконец-то мое одиночество закончится наконец-то мое разбитое сердце полной мере будет исцелено и я вот у меня очень сильное притяжение к тебе да я хочу прекрасных событий рядом с тобой я хочу разбить вот эти ограничения которые есть на нашем пути потому что ты для меня любимая женщина потому что ты моя королева кубка и я где-то до готов все пройти к тебе я вижу женщину с которой я покончу своим одиночеством с которым я разрушу свои печальные мысли вам он вам желает сказать как много на вас думал как много он думал о вас вот так вот давайте будем смотреть дальше а даст ли такой шанс судьба давайте посмотрим будет ли такая возможность будет ли такая возможность вот смотрите с первая карта 50 на луна давайте посмотрим дальше это непростая дорога и вы знаете что да действительно многое зависит от этого мужчин но еще на пути будут препятствия на я вижу что этого человека безумно к вам тянет безумно тянет этот шанс этот мужчина отпускать не желает здесь конечно идет ситуация знаете такого как на сегодняшний день я вам скажу на сегодняшний день этот вопрос не решу вот так то есть какая-то какие-то какие-то моменты еще нужно пройти то есть этот мужчина еще не прошел все испытания еще не прошел весь путь и здесь первая карта 50 на 50 то есть он в правильном направлении но будет ли встреча да этот вопрос еще висит в воздухе вторая карта луна очень сильное притяжение но как человек себя проявит до такой и будет результат то есть очень много здесь будет зависеть от мужчин и от его поступка насколько он будет вкладываться будет ли он шаг за шагом делать вот какие-то действия потому что вот на его пути будут искушения будут какие-то сложные моменты да легко это не дастся будут какие-то препятствия действительно на пути то есть здесь судьба дает испытания но я вам хочу сказать что эти испытания они даются не зря то что тяжело приходит в нашу жизнь имеет для нас определенную ценность определенную важность ну давайте посмотрим будет ли этот человек как-то вот действительно действовать да вот эти преграды преодолевать хватит ли ему сил на это да да он будет бороться за вас он будет прикладывать усилия даст ли вознаграждение судьба ему за эти действия вот я вам скажу что конечно не скоро не скоро ваша встреча произойдет но вот вы девочки только посмотрите для чего эти препятствия даются это человек он будет действовать действительно да он будет бороться где-то вы знаете своими усилиями своим трудом этот человек развеет и ваши какие-то сомнения и знаете судьба по его решения она вот будет как-то распоряжаться ситуация будет развиваться соответственно с действиями этого мужчин он найдет выход знать он думает об этом и он выход найдет активные действия этого мужчины приведут к тому что вы не только встретитесь но и вас ждет десятка пентаклей с этим человеком очень яркое красивое и счастливое будущее потому вы знаете да я не вижу что этот человек придет через неделю да я вижу что вот ему даются какие-то препятствия но этот человек он будет бороться с этими препятствиями да вот но не просто не просто здесь и и какие-то договоренности какие-то возможно деньги какие-то вот вопросы дела какие-то вот до противостояние какое-то она будет здесь создаваться но для чего для того чтобы этот человек обрел действительно вот тогда и для себя понимал и обрел в вашем лице действительно очень важную женщину счастье и не дается просто там за счастье нужно бороться я вижу что этот человек все-таки вот добьется вот этого счастья да это какая-то нескорая ситуация и совсем совсем непростая но ее результат он вас очень приятно удивить он вас очень приятно порадует и действительно будет перемены и действительно это человек вам докажет что вы не зря его ждете что вы не зря на что-то надеетесь своими действиями это человек вам докажет что он может сделать счастливой женщин вот такой вот у нас сегодня второй расклад ставьте лайки подписывайтесь на канал если вам понравилось я буду очень рада мы будем идти дальше но я вам скажу что даже вот поначалу нет такого момента что все вот это дорога закрыта и ни в коем случае нет все таки это просто препятствие на пути этого человека к счастью это просто испытание итак давайте будем смотреть дальше третий вариант если вы слышите что информация о вас резонирует с вами да есть такой человек вашей жизни смотрим нет выбирайте пожалуйста другое видео так я вам скажу да в этом человеку безумно нравитесь и здесь есть какая-то вот ситуация знаете возможно он вам нравится ну вот как то есть какое-то недовольство есть какая-то вот ситуация что возможно вы как-то это не может не можете объединиться вы можете быть даже каком-то контакте с этим человеком и вот вас интересует а завяжутся ли отношения сведет ли судьба здесь вот идет ситуация есть какие-то возможно ограничения очень существенные очень существенным то есть человек и живет в каком-то определенном своем мире а вы совсем в другом мире то есть вашей жизни очень возможно сегодняшний день разные я знаю вижу что этот человек вас вы ему нравитесь но есть некий момент какой-то вот угрозы да то есть отношения с вами могут сильно как-то вот его жизнь изменить очень может быть что кто-то не свободен здесь давайте посмотрим больше давайте здесь возьму больше ситуация покажу с чего начиналось это как все все очень тонко все очень знаете как-то как по лезвию ножа все очень как-то время 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 нужно время нужно время а стоит ли это время да вот этих усилий стоит ли это время очень может быть что вы находитесь или в тайных отношениях с этим человеком или возможно это человек на сегодняшний день находится в отношении возможно вы в отношениях но здесь есть какая-то вот тайна между этими людьми здесь безусловно есть притяжение как человек вас воспринимает вот видите он видит вас прекрасной и вы очень для него привлекательны но есть и есть такой момент до некой даже я бы сказала одержимости готовишься нам не нужно просто просто я не могу с собой ничего сделать меня так тянет но он видит вот некую некий момент угрозы да то есть что вы можете какую-то его вот вот его мир до какой-то комфортный какую-то ситуацию его его жизни сильно поменять он боится вас влюбиться он боится возможно и уже влюблен этот человек очень здесь проходит что именно между людьми тайна именно тайна тайные какие-то отношения и вопрос даст ведет ли судьба даст ли судьба возможность вот быть вместе быть в паре вот я вам скажу что эта жизнь вас вела вы знаете здесь также могут быть и некие кармические отношения когда так или иначе на этот человек возвращается вашу жизнь вот эта карта она нам говорит да что проходит какое-то время это человек опять появляется вашей жизни и с ним тяжело и без него невозможно и тайна между людьми то есть возможно вы тысячу раз желание расстаться и расходились но потом опять встреча опять притяжение опять невозможно да и вот вместе быть нельзя и в рознь быть невозможно очень похоже на кармические отношения и ситуация да когда я русалка и не могу быть на суше а ты и суши не можешь быть в воде понимаете то есть ситуации когда тяжело быть вместе и невозможно быть вот и быть врозь очень похоже на кармические отношения и вот потому все вот так вот тонко да то есть я стараюсь сохранить баланс мне без него плохо да а с ним тоже мне очень тяжело возможно здесь какой-то знаете такой контакта характера сильных людей которые вот сходятся да и вот пылает яркий огонь и это страсть это чувство это эмоции это все вот бурлит кипит переворачивается да и в такой же момент какая-то искра раздора появляется все вспыхивает огонь и люди не могут до начинается какой-то скандал противостояние энергии противостояния характера и все и люди расходятся проходит какое-то время их опять тянет друг другу и они понимают да что вот и уже в других отношениях возможно и возможно там уже даже очень так и неплохо но в этих эмоций того огня нет ни с кем вот ни с кем больше нет вот этих отношений вот этих чувств и здесь конечно идет момент возможно это тайные отношения для кого-то может пройти что-то кармические отношения и что между нами объяснить невозможно это тайна и вот может быть ситуации что вот мы были свободны до встречались как-то вот не сложилось люди разошлись потом каждый нашел себе пару с кем-то встречается с кем-то имеет отношения опять мы встретились опять мы не можем да вот как-то друг от друга оторваться понимаешь что это немного как бы сильнее тебя что тебе еще с этим человеком возможно нужно что-то прожить потому что на вот это притяжение с ним очень тяжело бороться и возможно да эти и есть такой момент что кто-то не свободен и этот человек понимает что она прекрасна и есть некий момент одержимость у этой женщины то есть я возможно где-то сознательно стараюсь держаться далеко от нее но бывают моменты когда я не могу с собой справиться я просто будто лечу как этот мотылек на свет лечу к этой женщине несмотря на то что какая угроза да что происходит и что будет дальше я собой справиться не могу здесь очень так проходит знаете вот это эти песочные чешцы они как время от времени переворачивается и ваша история как бы начинается сначала очень часто эти кармические отношения они мучают они приносят знаете и очень яркие красивые эмоции настоящие такие огненные чувства но и какие-то страдания потому что вот эта периодичность переживания и каждый раз это одинаково до страстно красиво ярко и одинаково больно то есть и и вы как бы проживаете эту историю с определенным какой-то периодичностью с этим человек и вот например сейчас вы можете быть на расстоянии но все равно есть нити которые вас вас вот связывают и есть четкое ощущение что это человек еще появится в моей жизни и вот на вопрос да сведет ли нас судьба сейчас мы посмотрим но я вижу что наверное да еще и не раз еще и не раз несмотря на то что вы возможно сознательно желаете как-то вот отказаться до закрыть вот эту ситуацию для себя раз и навсегда эта ситуация очень вероятно знаете является для вас кармической и еще да еще будет один круг у вас еще будет но есть некий момент тайны есть некий момент который возможно ну невозможно объяснить да невозможно кому-то что-то доказывать рассказывать что вот это немного больше да чем человек себе думает это немного сильнее за его какие-то логические взгляды за его решения за его какие-то размышления это немного больше когда-то человек рядом и ты не можешь собой ничего сделать ты понимаешь что здесь и сейчас в эту минуту я хочу вот этого огня я хочу вот этой страсти я хочу этой любви и будь что будет да вот будь что будет завтра до проходит какое-то время и вот как это сознание она возвращается да но но бывают моменты когда ты не совсем с собой можешь справиться ну что же давайте посмотрим дальше вспоминает этот мужчина о вас думает ли он о вас безусловно безусловно во первых где то есть его фотография и он на нее все время смотрит тоже очень может быть что даже где-то и в телефоне этот человек знаете он одинок без вас даже если он сейчас в паре он прекрасно понимает что он без вас одинок ощущение что этого человека есть какой-то тайник и в этот тайник он прячется чувство к вам он прячет свои желания к вам он прячет все да вот в этот тайник все что с вами связано и знаете вы вот этот огонь в этом фонаре так или иначе вы вот эта искра да потому что всю жизнь можно любить человека и твоя жизнь может быть совсем да не рядом с ним но вот чувство к этому человеку они будут вот этом огнем вот этой искрой у тебя в душе и ты с этим ничего не можешь сделать обстоятельства жизнь вот как-то так распоряжается а это искра она все равно в тебе существует чтобы не происходило ну давайте посмотрим еще думает ли этот мужчина вас безусловно думает по девятке кубков конечно этот человек хотел бы до вот этого наслаждения вместе с вами радости чтобы вы наполняли его жизнь и вообще вот такая женщина в его мыслях вы искушение вы нежность вы знаете краска жизни вы очень знаете такой человек который действительно делает его счастливым наполняет жизнь такими очень яркими эмоциями думает ли безусловно думает и действительно несмотря на то что сейчас происходит в жизни этого человека ему без вас очень одиноко да он знаете он не спешит он не спешит действительно очень похоже на кармические отношения очень когда знаете как-то предугадать эти отношения как-то распорядиться до этими отношениями сказать себе нет и это конец очень сложно да потому что вот этот огонь вот эта искра она внутри и она время от времени вспихивает и вот тебе уже кажется что уже все и успокоился как-то отдалился я спокоен да нет нет это искра всегда жива это искра всегда горит и я вижу что этот человек действительно о вас думает думает и желает и нежностью даже где-то наполняется да я вам скажу что это человек как бы в зоне комфорта сейчас он не спешит действовать он не спешит ворошить вот эту вашу историю и где-то он знаете дорого за это платит дорого платит за это давайте посмотрим еще вспоминает ли этот мужчина о вас вот очень много кубковых карт конечно вышло да действительно это человек воспринимая ситуацию между вами очень резко он о вас думает не просто много он буквально знаете вы на общем фоне у этого человека то есть мысли о вас очень много воспоминаний каких-то мыслей о том что было мысли о вас о вашем облике о вашем голосе о вашей нежности это все все есть все это существует его вот ну вот столько да вот идет этот человек желает опять шанса он опять желает шанса по пятерке кубков то есть что-то до разрушена но я знаю я хочу чтоб шанс какой-то у меня все-таки был и я думаю об этой женщине да у меня где то есть и некая ностальгия по этой женщине есть ностальгия я хочу опять из и спеть до этих чувств этих эмоций но я вам скажу да не не он дорого платит вот мне прямо идет ты дорого платишь за то что ты не действуешь к этой женщине как-то ему и больно и и знаете тяжело отказаться от вас ему больно и тяжело от вас отказаться вы знаете что этот человек действительно вот почему он дорого платит он каких-то отношениях где ему тяжело где он как знаете заматывает он что-то прячет или он в отношениях или возможно он один но он как-то прячет какой-то острые моменты для себя то что действительно ему болезненно то что его тревожит он если сейчас находится в отношениях вот действительно он там по четверке кубков не получает то чего он желает и здесь идет момент он слишком дорого платит да он прячет то что болит он прячет и если в отношения то есть тех отношениях где вот но по четверке кубков нет того что ему нужно да нет того чего он ждет чего он желает и вот это знаете маска которая вот не снимается которая буквально не снимается вот вот такая знаете тоска вот такие какие-то моменты да этот мужчина возможно когда отвлекается до время от времени он как-то занят какими-то делами какими-то до какой-то своей жизнью но есть определенно какие-то моменты когда он просто знаете действительно тоскует по вам потому что есть энергетическое энергетическое притяжение и здесь вот такой момент безумное притяжение и вот двойка мечей закрывает закрывались я закрываюсь я сознательно дорого плачу за то что я не с этой женщины я прячу то что мне больную я ношу маску я возможно в отношениях которые мне не нужны и и я дорого очень плачу я очень дорого плачу а зачем ты платишь эту цену зачем ты зачем ты платишь зачем ты это делаешь действительно есть какое-то очень серьезные обстоятельства очень серьезным знаете этот человек находится в ожидании чего-то сильном ожидании чего-то какого-то вот судьбоносного возможно судьбоносного какого-то момент это человек желает вам и себе напомнить то есть я вот сейчас он эту ситуацию как-то знаете закрывает но он понимает прекрасно что придет момент все станет на свои места и я жду этого момента жду момента опять и о себе напомнить когда она да возможно отвлечена своей жизнью она не смотрит на меня она где-то да вот как в сне и я приду и оси себе напомню этой женщины ну вот так вот ну что ж давайте посмотрим желает ли этот мужчина встречи желает ли встречи безусловно желает я вам хочу сказать что я желаю встречи и уже будет все по-другому вот я уже знаю да я уже знаю чего я хочу и как эти отношения вот будут дальше по крайней мере вы знаете что вот этот человек понимает что вы именно та женщина которая ему нужна вот одна на всей земле желает ли встречи безусловно желает ли проявиться безусловно и действительно здесь идет момент что я жду момента ей о себе напомнить то есть этот человек он точно появится появится и с какими-то вот предложениями разговорами да что теперь все будет по-другому теперь все будет не так ой девочки и старший аркан ерофант у нас здесь вышла вы знаете какая то вот борьба борьба добра и зла и ты только суд до распорядиться как будет правильно то есть смотрите выйдет ли этот человек на связь желает ли он встречи безусловно желают безусловно и в этот раз этот мужчина считает что в этот раз я найду баланс да я смогу эти отношения сохранить я найду вот этот баланс в наших кармических отношениях когда да нам и хорошо дай и где-то и страсти огонь и мы не можем с этим огнем справиться а теперь я смогу с ним справиться и я найду вот этот баланс и вот по старшему аркану суд и сделаю все чтобы этот баланс существовал чтобы этот баланс был да это человек желает вот желает проявиться желает все таки шанса возможности он желает обладать этой женщиной безусловно и эти знаете и желает трансформации ваших отношений которые вот есть на сегодняшний день и идет момент какого-то в ожидании чего ты ожидаешь стабилизации какой-то ситуации возможно материальном плане и этот мужчина он очень желает проявиться к вам потому что вы действительно его любимая женщина давайте посмотрим дальше и так а что он хотел бы сказать вам при встрече что я тебя люблю королев король да и я дам тебе стабильность и теперь все будет по-другому мы перейдем до мы не останемся в тупиковой ситуации уже не будет ситуации что мы среди реки в какой-то момент мы расходимся по разным берегам до каждый добирается в плав и к своему берегу теперь мы придем к общему берегу и мы все изменим мы все поменяем все будет по-другому и он желает сказать вам из о своих чувствах и о своих намерениях серьезных намерениях вашу сторону что ты хотел бы сказать этой женщине о чувствах своих желает поговорить желает поговорить о том что ты мне нужна я жадный тобой я тебя никому никогда не он там что есть есть большая любовь любовь с которой я справиться не могу я слишком дорого плачу за то что я не с тобой для меня это слишком большая цена давайте посмотрим а судьба как судьба распорядиться сможете ли вы быть вместе с этим человеком ну да судьба открывает вам такую возможность открывает такую дорогу этому человеку и проявления будут с его стороны я вот вот я хочу взять момент что эти отношения вообще могут вам принести что эти отношения могут принести вам что принесут эти отношения вам дальнейшем давайте посмотрим это путь в десятку пентакль это путь в десятку пентакль эта ситуация да что действительно будет прорабатываться и здесь идет момент что ваши кармические отношения не как того да вот время прошло и они повторяются время прошло и они повторяются здесь идет момент что какой-то цикл уже наконец-то заканчивается и вот действительно вы с этим человеком можете иметь большие перспективы и войти в десятку пентаклей в очень такие стабильные отношения давайте посмотрим а без этого мужчины до без него если у вас четкое решение что нет чтобы не говорил как бы не происходило вот все с ним быть уже не хочу не буду давайте посмотрим а без него какая история вас ждет все равно как бы да видите как показал или карты даст ли возможность судьба судьба дадут дает вам возможность и реализоваться как королева пентакли на этих отношениях и открывает дорогу но что вы решите будет конечно зависеть от вас есть некий момент иного варианта давайте посмотрим иной вариант без этого мужчины что вас ждет будет очень болезненно то есть этот человек придет да с каким-то разговором с каким-то предложением и будет момент что вам нужно будет вот до отказать этому человеку если вы желаете жить без него если без этого мужчины до что ждет что ждет вот смотрите после вот этого расставания с ним придет другой мужчина вашу жизнь и действительно он придет как еще одна возможность вашей жизни здесь идет конечно ситуации что еще некоторое время вы будете держаться за прошлое вам возможно знать этому мужчине новому будет тяжело к вам достучаться но вы знаете есть сила это человек много усилий приложит и действительно ситуации изменится изменится кардинально и вы действительно войдете в новую красивые счастливые пару что это за перемена что этой переменной послужит до любовь любовь этого человека все-таки некий выбор да вы все-таки сделаете оставить прошлое позади на я вам скажу что конечно карты указывает на то что одна вы точно не будете потому что сразу после какого-то окончательного разрыва с этим человеком придет другой мужчина вашу жизнь да и придет он неспроста и действительно много усилий положит на то чтобы вы выбрали именно его и вошли с ним в отношении вы одна не будете вы точно будете в отношениях и если ваше окончательное решение все-таки с этим человеком расстаться раз и навсегда действительно будет новый партнер и возможно очень быстро быстро он придет после некого разговора да с вот этим человеком будет какой-то такой ключевой разговор то есть встреча ваша точно произойдет и откроется какая-то вот новая дорога да и вот этот разговор будет даете вы ему шанс вы трудитесь и входите в десятку пентакли или вы ему отказываете да возможно вам это больно возможно это мужчине это больно но сразу после этого разговора придет другой человек человек который тоже идет неспроста вашу жизнь и возможно вы еще некоторое время где-то будете да вот держаться за прошлое но этот человек своими усилиями приведет перемену вашей жизни вы выберите его и войдете вот прекрасные отношения с новым мужчин вот такой вот у нас сегодня расклад ставьте лайки подписывайтесь на канал если вам понравилось я буду очень рада всем спасибо за просмотр счастья радости любви всего вам самого лучшего и до новых встреч